Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, сегодня у нас детская площадка, поэтому родители не подсматривайте, не подслушивайте ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки. Вам наверняка это все будет неинтересно, хотя, уверен, вы не все факты знаете. Я просто буду к вам обращаться, ребята, потому что я очень много общаюсь с молодежью, очень много и часто встречаюсь с детьми. И очень хорошо знаю, что вас интересует в первую очередь, потому что вопросы всегда очень даже предсказуемые. Но вот сегодня мы поговорим об интродукции. Страшное такое слово, интродукция, у него несколько значений. Но нас с вами прежде всего интересует биологическое значение этого термина. А биологическое значение это переселение живых организмов в новые для них места обитания. То есть, внедрение в экосистему чуждых видов. Ну, много масса примеров можно привести в этой связи. Но вот мы с вами едим продукты, которые получаем из сельскохозяйственных культур. Они в большинстве в своем случае интродуцированные. Ну, скажем, едят в Америке пшеницу или в Южной Америке. А пшеница-то она наша, она вот евразийская культура. А мы зато едим подсолнечник, подсолнечное масло, картошку, баклажаны. Это все привезли из Америки. А огурцы, которые еще предтишайшем царе Алексея Михайловича московитяне выращивали в 17 веке, они из Индии. Ну, и так далее, и так далее. То есть, термин такой есть интродукция. Интродуцировали в культуру. Но очень часто это все заканчивается очень плохо. Иногда интродуцированные виды становятся так называемыми синантропными видами. Вот вам еще один страшный термин. На самом деле он очень простой, все в нем понятно. Но вот расскажу вам такую историю. Жили-были первобытные люди в первобытной пещере. Разводили первобытный огонь и жарили на нем свою первобытную пищу. А стены пещер были сложены из камня, из известняка. А что такое известняк? Это кальций. И в этих пещерах поселились рядом с людьми тараканы. Им было очень хорошо и удобно. Тараканам нужна высокая температура для того, чтобы они размножались. Потому что, например, самый обычный рыжий таракан при температуре всего лишь в 15 градусов тепла. Ну, так прохладно. Но вот я в свитерочке не замерзну. Он уже теряет репродуктивные функции. То есть не может размножаться. У него выживет оотека. Оотека у тараканов, это такой чемодан, который самка таскает за собой с яйцами. Называется по-научному оотека. Она-то, конечно, выживет. А вот уже спариваться тараканы не смогут. А при температуре всего лишь 5 градусов тепла выше нуля, тараканы уже погибают. Так вот, в пещере было тепло, хорошо, а еще тараканам нужен кальций. Потому что кальций им нужен для хитина, для роста хитиного. Потому что таракан проходит несколько стадий, он растет, он линяет. И для того, чтобы прошла хорошо линька, и у него образовался следующий хитиновый покров, ему нужен кальций. То есть тараканам нужно, загибаем пальцы. Первое – тепло. Второе – еда. Третье – кальций в достаточном количестве. Ну и, собственно говоря, больше ничего не нужно. Потом люди переехали в избы. Ну и в избах тоже жили тараканы. Тепло, за печкой очень хорошо. Песенка такая была. У дедушки за печкой, у компании сидит. Четыре неразлучных – тараканы и сверчонка. Еда. Крошки всегда в избе можно какие-то найти. А где же кальций, спросите вы? А вот побелка-то на печке. Вот вам и есть тот самый кальций, который им необходим для хитина. Ну, потом люди стали из деревень переезжать в города. Ну и там прижились тараканы прекрасно. Еды сколько угодно. Тепло. Вот она, батарея. Отопление. За батареей очень любят жить тараканы. А где же кальций, спросите вы? Ну, раньше был кальций. Это штукатурка, побелка, мел. Это же ведь кальций. А сейчас кальций не стало. Потому что евроремонт. И исчезли тараканы. Вот мы сейчас с вами видим таракана Перепланету. Это американский таракан. Он так и называется на латыни. Перепланета Американо. Ну, назвали его. А потом вдруг узнали, что в Америку-то он попал с черными рабами. С неграми, которых везли на плантации из Африки. Вот с ними Перепланета попал в Америку. А назвали его уже американским. Но из Америки Перепланета попал уже в Европу. И прекрасно там себя чувствует. У нас он впервые объявился где-то вот в начале 20 века. И говорят, что однажды дедушка Корней Иванович Чайковский. Ну, тогда он был молодым человеком. Увидел этого огромного таракана. А Перепланета, он вот такой вот. Он раза в три больше, чем наш рыжий таракан. И раза в два больше, чем черного. И сказал, о какой таракан, таракан, тараканище. И придумал вот эту свою знаменитую сказку про таракана, тараканище. Ну, теперь смотрим дальше. Следующий слайд. Следующий слайд это наш рыжий таракан. Блателла Германика. Вот вам еще одно недоразумение. Почему его назвали Блателла Германика? Потому что попал он зоологам, которые его описали как вид. И внесли в систематику из Германии, из Пруссии. Ну, и у нас, кстати, тоже называли этого таракана Пруссаком. И очень долго существовало такое мнение, что к нам в Розию его завезли с обозами. С фуражным зерном, которое попало к нам из прусской армии. Одно время мы с ними были союзниками, с пруссаками, когда с Наполеоном воевали. Вот поэтому пруссаком его и зовут. Ну, а с другой стороны, почему-то в Пруссии этого таракана называют руссаком. Русским тараканом. А чехи, например, на территории бывшей Астровой Венгрии, называют его Швабом. А Шваб – это такое надменное, немножко презрительное название немцев. Едем дальше. Еще один таракан. Тоже хорошо знакомый вашим бабушкам, дедушкам. Но я уверен, что вы его никогда не видели. Потому что на следующем слайде у нас таракан черный. Он немножко больше, чем рыжий таракан. И вот вам как раз пример интродукции. Все тараканы, которых я перечислил, и черный таракан, и рыжий таракан, и таракан перепланета, они все интродуценты. Они все приехали из разных краев. Но считается, что рыжий таракан, его родина где-то в Азии, в центральной, в теплой, у черного тоже. И они стали синантропными видами. Синантропный вид – это вид, который живет рядом с человеком. И уже настолько к людям привык, что без нас, без людей ему станет очень-очень худо. Но вот эти тараканы, они просто-напросто не выживут. Ближайшую зиму, если не будет людей, некому будет топить жилище. Кстати, когда осваивалась Сибирь, и когда Столыпин туда сгонял крестьян-переселенцев, они строили избы, и в новые избы сразу же трогательно везли с собой в ладошках, выпускали, как вы думаете, кого тараканов. Потому что в старину считалось таракан к достатку. Как вы думаете, почему считалось, что к достатку? Правильно. Потому что в бедных домах ни одной крошки не оставалось, и тараканы были голодными. А вот в домах, где достаток, там всегда была какая-то крошка, которую можно было бы подобрать. Ну что, едем дальше. Кто у нас следующий? Следующий у нас должен быть фараонов-муравей. Вот он. Вы наверняка встречали его. Он часто бывает в наших городских домах. Это такой малюсенький-малюсенький муравей. Такой крошечный, что его без увеличительного стекла ты и не разглядишь. Почему он называется фараонов? Потому что его впервые описали те экземпляры, которые нашли в египетских пирамидах на мумиях. Представляете, на мумиях жили вот эти тараканы. Чем-то они там питались. Видимо, какими-то обертками, во что эти мумии оборачивали. И поэтому его назвали фараонов-муравей. Есть версия, что этого муравья в Европу притащили войска Наполеона. Это знаменитый египетский поход Бонапарта, Наполеона. И вот опять же с войсками, с фуражом, с вещами, которые солдаты оттуда перевозили. Эти муравьи расселились по всей Европе. Ну, такая красивая легенда. Может быть и так. Но, во всяком случае, доподлинно известно, что впервые он появился в 1758 году, если мне память не изменяет. Но оказалось, что с ним очень тяжело бороться. Ну, вот вы представляете себе муравейник, да? Вот он, Холм. Муравейник – это коллективный разум. Потому что все муравьи вместе, вот вся семья, они имеют свой запах. Они все вот частичка одного живого организма. И, конечно, центр вселенной муравья – это матка. Это царица муравьиха, которая занимается только тем, что откладывает, откладывает, откладывает яйца, как пулемет. Она больше миллиона яиц успевает за свою жизнь отложить. И поэтому, кстати, ее запах – это запах всей ее семьи муравьиной. Но у этих муравьев, у фараонов, все оказалось гораздо сложнее. Они образуют так называемые диффузные гнезда. То есть, вот представьте себе, вы живете на каком этаже? На четвертом, да? Вот на четвертом этаже у вас одно диффузное гнездо со своей самкой. На третьем этаже, через перекрытие они туда гуляют, другое диффузное гнездо. А на шестом – третье. А еще, может быть, есть четвертое, пятое, шестое, седьмое на других этажах и в других квартирах. Поэтому извести их очень-очень-очень тяжело. Ну, едем дальше. Что у нас дальше? А дальше у нас, наверное, самый прославленный вредитель, которого знают все. Это колорадский жук. Колорадский жук – вот ведь тоже какая история. Когда из Нового Света, как раньше называли Америку, Южную Америку, Северную Америку, старину называли Новый Свет. После их открытия. Из Нового Света повезли многие посленовые культуры. Картофель, баклажаны, табак, кстати. И вместе с посленными культурами стали попадать к нам сюда и некоторые специализированные вредители. Ну, далеко не сразу. Но все-таки попал к нам и колорадский жук. Почему его, кстати, назвали колорадским? Потому что к колораду он никакого отношения не имеет. Он вообще-то в Перу водился изначально. Там же, где дикий картофель. А потому что в 1758 году была массовая вспышка колорадского жука. И он уничтожил все картофельные поля в Колораде. Поэтому он так называется, колорадский жук. Ну, а потом, во время Первой мировой войны, этот колорадский жук сумел преодолеть океан. И началось его стремительное завоевание Европы. Чем это кончилось, мы с вами прекрасно знаем. Ничто не брало колорадского жука. И европейцы были так испуганы. Вот покажите нам, пожалуйста, следующие слайды. Что в социалистическом лагере начали даже обвинять американцев. Дескать, это они нам сюда подбросили колорадского жука. Вот выпускали такие плакаты. Видите, различные. Можно показать следующий плакат. Ну, может быть, знаете, как говорится, не бывает дыма без огня. Это все не советские плакаты. Это все зарубежные плакаты. Можно показать и третий. Не бывает дыма без огня. Потому что кое-кто на официальном уровне действительно обвинял американцев в том, что это их вина, что колорадский жук попал в Европу. Но дело темное, я думаю, никто никогда этого уже не сможет точно установить. Так, теперь кто у нас следующий. А вот следующий у нас как раз и будет лакомая пища. Колорадского жука картофель. Картофель, ну, дикий картофель, он выглядит очень невзрачно. Но посмотрите, сколько сортов картофеля потом вывели селекционеры. Есть черный почти сорт, да. Есть темно-фиолетовый, желтый, красный. Видите, в каких-то разводах, в какую-то полосочку. То есть находились все новые и новые формы. Из этих новых форм картофеля, знаете, как называется картофель на латыни? Солянум туберозум. Очень красиво. Это солнечный клубень. Кстати, могу вам подсказать, если нас бабушки, дедушки, папа и мама подслушивают, да, то могу вам подсказать очень хороший способ, как уберечь свой картофель от колорадского жука. Знаете как? Даже два способа. Первый способ – это завести цесарок или фазанов на своем участке. Они очень любят склевывать и колорадских жуков, и их личинок. А второй способ – это посадить рядом с картофелем баклажаны. Баклажаны, скорее всего, у вас в огороде плодоносить не будут, только в теплице. Но зато на эти баклажаны слетятся все колорадские жуки. Они их просто обожают. А картофель уже, если рядом баклажан, есть не будут. Едем дальше. Следующий слайд. Следующий слайд. У нас картофельные цветки, да. Вот я до сих пор не понимаю, как так произошло, что селекционеры выводили самые-самые разные сорта картофеля. Ну, выводили, что поесть, конечно. Кстати, вот у нас любят белую картошку. Когда разрезаешь, чтобы она была белая-белая, как сахар, да, как крахмал. А в Европе очень любят желтомясную картошку. Вот так, чтобы она была желтенькая. Видите? Вот в разных странах разные вкусы. Но почему-то ни один селекционер не взялся выводить декоративные сорта картофеля с декоративными цветками. Посмотрите, какие интересные у него цветки. А можно было бы и грандифляора сорт вывести с крупными цветками. Они же очень полиморфные. Есть голубые, есть розовые, есть белые, есть такие вот фиолетовые. Можно было бы вывести махровые сорта картофеля. Но, к сожалению, пока до этого никто не додумался. Что у нас с вами будет дальше? Дальше будет у нас еще один цветочек. Вот, посмотрите, пожалуйста. Если бабушки и дедушки все-таки мимо проходят, у кого на даче вы сейчас доходитесь, они, наверное, с трудом узнают знакомый им георгин, да? Дело в том, что это дикий георгин. Это у нас его называют георгин. А вообще всему миру известно его официальное родовое название Даля. В честь знаменитого ботаника Даля. Это был датский ботаник 18 века. И, кстати, наш Даль, автор словаря толкового, он его родственник. И артист Олег Даль тоже. Даль не Даль не его потомок. А у нас назвали георгином в честь другого выдающегося ученого, естествоиспытателя, профессора петербургского академика Георгий. Поэтому он у нас георгин. Так вот, что интересно. Это тоже интродуцированная культура, которая так же, как и картошка к нам приехала из Америки, снова из Нового Света. Но везли-то георгин в качестве сельскохозяйственной культуры. То есть, древние народы Америки его употребляли в пищу. У него крахмалистые корни. Ну, наверное, запеченные, очень вкусные. Но у нас в Европе, в новом свете, скажем так, в новом свете решили, что, ну, как декоративная культура, намного интереснее. И вот покажите, что из него вывели следующий слайд. Ну, это всего лишь один из сортов георгинов, который совершенно не похож на дикую форму. Но я думаю, у вас на даче... Ну, ничего общего, правда? Но у вас на даче наверняка много других георгинов. И почти черных, и розовых, и желтых, и махровых, и огромных, и с мелкими цветками. Это все сорта, которые получены вот из такой невзрачной, дикой формы. Смотрим следующий слайд. И попробуйте угадать, что это за зверь такой. Это вот еще один пример интродукции. Симпатичный такой звереныш, да? Ну, как вы думаете, кто это? Это морская свинка. Ну, она мало похожа на тех морских свинок, которые продаются в зоомагазинах, да? Но именно этих морских свинок привезли из Нового Света, опять-таки, в Европу. Почему же она так называется? Морская свинка. Ну, во-первых, она плавает так себе и очень не любит этим делом заниматься. В море не живет. Морская очень просто. Это потому что заморская. А почему свинка? Потому что дикая форма свинок, они все намного крупнее, чем наши декоративные. И везли их именно как сельскохозяйственных животных для того, чтобы употреблять их в пищу. Говорят, мясо напоминало молодого поросенка. Но у нас в Европе этот милый зверек настолько полюбился людям, что есть его никто не стал, зато стали выводить очень интересные декоративные формы. Вот посмотрите, следующий слайд. Видите? Можно сразу показать еще один слайд, который будет вслед за ним. Ну, ничего общего, да? С диким видом. Это вот декоративный форм породы. Уже и трехцветные, и каких только нет. И сейчас даже проводятся выставки декоративных грызунов, где морские свинки, декоративные морские свинки, держат свою очень уверенную нишу. Уже есть интерчемпионы. И знаете, что интересно? Там правила проведения точно такие же, как в кошачьих выставках. Такие же розеточки выдают победителям. Те же самые термины. Вот как получилась добыча. И охотники, они как-то были уравновешены в плане проведения чемпионатов и всевозможных выставок декоративных пород. Кто у нас будет следующий после морской свинки? А вот после морской свинки будет еще одно животное. Кстати, вот если мамы, папы, бабушки и дедушки рядом есть, спросите их, пожалуйста, вот этот вот кролик и зайчик, это кто? Грызун или не грызун? Вот я вам голову даю на отсечение, что папа, мама, бабушка или дедушка, если они ни разу не зоологи, они вам скажут, ну, конечно, грызун. Мы же в школе проходили, ничего подобного. Вот морская свинка, это грызун. А зайцы, кролики, пищухи, они относятся к другому отряду. Зайцы образные. Так что можете поправить смело. Нет, папа. Нет, бабушка. Зайцы, кролик, это не грызуны. Это зайцы образные. Вот когда-то эти зайцы образные попали на зелёный континент, как называют Австралия. Ну, привезли их туда для того, чтобы их содержать. Ну, что мы имеем с кролика, как говорил один персонаж из фильма. Кролики, это не только ценное мясо, но и не только полезное мясо, но и ценный мех. Ну, на самом деле, вот эта интродукция имела очень плачевные последствия для всех. И для австралийского континента, и для фермеров. Потому что кролики стали плодиться с такой скоростью, что опустошали огромные территории. Они превращали их в пустыню. Вон, смотрите, видите, ни одного, ни одного вот стебелька нету в округе. Всё сжрали ненасытные кролики и плодились, 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 плодились. Показываем следующую фотографию. И тогда кроликов стали истреблять. Ну, а что ещё делать-то? Ведь у кроликов нет естественных врагов. Нет там лис в Австралии, нет там волков. Пришлось этим заниматься людям. Дошло до того, что правительство платило деньги за каждого кролика, за каждого убитого кролика. Этим даже дети занимались для того, чтобы иметь карманные деньги. Но, к сожалению, всех кроликов в Австралии так и не извели до сих пор. И, к сожалению, благодаря кроликам мы потеряли, мы – это наша планета Земля, потеряла огромное количество и, вероятнее всего, растений, которые, наверное, исчезли так и не описанные ботаниками. А вместе с растениями наверняка исчезли какие-то животные, которые были к ним привязаны. И всё из-за кроликов. И всё из-за того, что когда-то кто-то… Ну, история сохранила эти имена. Не хочу их упоминать даже. Пускай люди про них забудут. Привезли кроликов ради собственной наживы. Для того, чтобы сделать хороший бизнес. Крутим дальше. Дальше ещё одна печальная история. Мы с вами уже говорили об интродукции сельскохозяйственных культур. В Австралию везли не только кроликов. Не только овец везли. Австралия до сих пор одна из самых таких успешных в скотоводстве стран. Потому, что там огромные просторы, где можно пасти и овечек, и крупный рогатый скот. А везли и другие теплолюбивые культуры. В том числе сахарный тростник. И начиналось всё очень хорошо. Фермеры делали целое состояние на сахарном тростнике до тех пор, пока не появился специализированный вредитель. Его так и назвали тростниковый жук. У этого тростникового жука была личинка. Личинка жила в земле, в почве. Причём, в отличие от стадии мага. И мага – это уже взрослое насекомое. Вот бабочка с крылышками – это и мага. А гусеница – это личинка. Также и жук. В имаге он жил очень недолго. Его задача была найти другого жучка, спариться и отложить яйца. А вот личинка под землёй жила не один год. И за этот не один год успевала подъесть очень много корешков сахарного тростника. Поэтому целые плантации стали гибнуть, сохнуть на корню. И фермеры стали разоряться. И тут Эврика. Опять же не буду я вам называть имена этих людей, которые первые до этого додумались. Не буду. Они подлежат забвению. И вдруг они вспомнили, что в Латинской Америке, где родина тростника, живёт жаба. Вот она. Замечательная жаба. Жаба-ага. И эта жаба-ага, она прекрасно справляется с уничтожением и самих жуков. А значит и личинок тоже уже не будет. Она чистит плантации сахарного тростника от специализированного вредителя. Ну и привезли жабу-агу в Австралию. Как вы думаете, чем это кончилось? На первом пароходе приехало два чемодана с жабами. Они лежали в соломе. На них были оформлены все документы с печатями, со штампами. Их пропустила таможня. Их встречали чуть ли не с духовым оркестром фермеры, как освободители. Вот они приехали, наши освободители. Которые очистят наши поля от этого жука. Один очень известный австралийский фермер даже сказал крылатую фразу, которую потом повторяли газеты. Наконец-то мы взяли этого жука за усы. Ну а потом его сын даст интервью. Известному телеканалу, по-моему, Discovery, где он скажет. Мы еще тогда не знали, что это жук взял за усы. Целый континент. Целый зеленый континент. Смотрим дальше, что было. Дальше эти жабы-аги стали распространяться. Со страшной скоростью. У них не было хищников, которые бы ими питались. Тростниковых жуков они почему-то не уничтожали. Но зачем им нужен этот жук, когда вокруг полно пищи. Зато жабы стали с удовольствием уничтожать птенцов, все, что пролезало им в рот. Рептилий, ящериц, змей, насекомых, даже мелких животных. А вы знаете, что в Австралии практически все виды – это эндемики. То есть эндемики – это такие виды, которые встречаются только здесь и не встречаются больше нигде. И жабы стали опустошать Австралию. То есть то, что не уничтожили в свое время кролики, стали продолжать уничтожать жабы. Видите, какая огромная эта жаба-ага? Ее держат за задние лапы. Посмотрите, какой у нее огромный рот. В этот огромный рот пролезет совсем не маленькая зверушка. Вот такая была грустная история. Жаб пытались уничтожать, что только с ними не делали. Пытались напустить на них всякие вирусы. Но до сих пор жаба-ага – это огромная проблема во всей Австралии. Не буду вас в деталях в нее посвящать, потому что будет очень-очень грустная лекция. Едем дальше, смотрим наш следующий слайд. Ну, кто-то из вас, наверное, ловил на удочку эту рыбку. Я, когда был маленький, когда мне было лет 8-10, когда я был юным, когда мне было лет 12-13-14, я очень любил рыбалку на даче в прудах. И эта рыбка попадалась очень часто. И все реже и реже попадался золотой желанный карась. Рыбка эта называется ротан. Ротан – головешка. Ну, мы в детстве называли их иногда еще бочками, этих ротанов. До сих пор неизвестно, кто, какая умная голова привезла первых ротанов с Дальнего Востока. Они живут у нас на Дальнем Востоке. И выпустил их в средней полосе России. Но эта рыба стала размножаться с необыкновенной скоростью. Прилипая к лапам птиц или лягушек, икринки переносились из водоема в водоем. Не было практически ни одного прудика, даже маленького, где бы не было бы ротанов. Но самое страшное, что ротан, очень прожорливая рыба, стал за обе щеки пожирать икру других рыб и мальков. То есть, вытесняя аборигенные виды рыб. Это было настоящее нашествие ротанов. Так продолжалось несколько десятилетий. Но потом все-таки природа стала потихонечку восстанавливать баланс. Сейчас уже не так часто можно поймать на удочку ротана. А в прудах снова появились караси. На радость рыбакам. Но несколько десятилетий это был кошмар и ужас. И ваши родители, если они ловили рыбу на даче, они вам об этом расскажут. Следующий слайд смотрим. Ну, конечно, вы узнали этого зверя. Это самый крупный грызун. Нет, не в мире. Если в мире, то самый крупный капибара. Она живет в Латинской Америке. А вот если у нас, в Евразии, самый крупный грызун, это, конечно, он. Бобр. Правильно надо говорить не бобер, а бобр. Его научное латинское название – кастер бибер. До 30 граммов вырастают бобры. Бобр – исключительно положительный зверь. Во всех наших мультиках, в сказках он всегда положительный герой, трудолюбивый, рукастый, строитель. Это действительно так. Но, кстати, мало кто знает, что бобров чуть было не уничтожили у нас в Евразии. Их били на мясо и на шкурки. У них очень вкусное мясо. Считается, что бобровый хвост – это вообще самый большой деликатес мясной. Шкура у них тоже очень хорошая. Ноский мех, как у всех водных животных. И все кончилось тем, что бобров практически не осталось в начале 20 века. Они стали очень-очень редкими животными. И, может быть, мы бы с вами и не знали даже, как выглядит этот бобр. И, может быть, даже он совсем бы пропал бы с лица земли, если бы не замечательный наш русский ученый, профессор Лавров, который восстановил бобра в Воронежском заповеднике. Это отдельная история. Я вам про нее отдельно расскажу. Когда мы с вами будем говорить о реинтродукции. А реинтродукция – это искусственное разведение и выпуск назад в природу редких исчезающих видов туда, где они когда-то обитали. То есть, если есть интродукция, то, соответственно, есть реинтродукция. Но теперь покажите нам следующую картинку. А вот следующая картинка. Найдите 10 отличий. Ну, не сразу вы их все-таки найдете, потому что следующий – бобр – это тоже бобр. Бобр канадский. Ну, вот, вы знаете, не специалист. Он их не сможет отличить друг от друга. Ну, мне почему-то кажется, что он более темный. Вот те канадские бобры, которых я видел, они были значительно темнее. Иногда почти черные. По-моему, он чуть побольше. Но самое главное другое. Самое главное, что у этих двух видов бобра, хотя они близкие родственники, разное количество хромосом. То есть, если они в природе будут спариваться, то у них не будет потомства никакого. А дальше вот такая печальная история. Канадского бобра завезли в Европу наши соседи финны. В Финляндии стали их разводить. Из них шили шапки, шубы бобровые. У него черный очень красивый мех. Его еще подкрашивали. Но оттуда потихонечку бобры стали сбегать. Для бобров границ не существует. Поэтому они перешагнули легко границы Финляндии и стали расселяться дальше по Европе. Дошли они и до нас, до России. Ну, что здесь ужасного, скажете вы? Ужасное только одно. Вот представьте себе. Бобры – это моногамные животные. То есть, они живут, как ваши родители. Муж и жена. И живут все время вместе. Они не ищут себе партнеров в каждый сезон. Ну, а теперь представьте себе, что нашли друг друга. Канадский бобр и наш бобр – европейский. Полюбили друг друга. Построили хатку. Живут. А детей у них нет. И в результате популяции бобров начинает идти на оболь. Вот вам еще одна гримаса интердукции. Про бобров очень много интересного можно рассказать. Знаете, что, наверное, им можно будет даже посвятить отдельную лекцию. Если вас заинтересует. Смотрим дальше, кто у нас будет следующий герой интродукции. Ага. Вот он. Не менее печальная история. Вы когда-нибудь видели коз, которые сидят на ветвях деревьев, как птички? Нет? А я эту картину наблюдал. Наблюдал ее в разных странах. Наблюдал ее и в арабских странах, в Ордании, в Израиле, в Палестине. Наблюдал это в Греции. Козы. Верхолазы бесстрашные. Я иногда просто с замиранием сердца смотрел, как козленок бежит за своей мамой по совершенно отвесной стене на головокружительную высоту. То есть он ищет своим маленьким копытцем малейший выступ. Он может за него зацепиться и по этой почти отвесной стене карабкаться куда-то неимоверно высоко. Нет преград для коз. Именно поэтому коз моряки стали разводить. Это было в эпоху великих мореплаваний, великих географических открытий. 16, 17, 18 век. Моряки стали высаживать коз на островах. Расчет был очень простой. Надо же пополнять провиант, пресную воду. Вот мы сейчас выпустим козочек на этот остров. Они тут размножатся. А мы через год, через два заедем и полакомимся свежей козлятинкой. Покажите, пожалуйста, следующую картинку. И вы увидите, что пристало взору этих моряков, которые через несколько лет попадали на эти острова. Вот это деревце, которое уже козы обработали. Они увидели голые скалы. И никаких коз там уже не было. Потому что козы, естественно, съев все, погибали сами от голода. Это была еще одна печальная гримаса интродукции, которую видело человечество. Но, к сожалению, люди не вынесли из этого серьезного урока. Потому что продолжали и продолжали экспериментировать. Вот, посмотрите, следующую картиночку. Если вы занимаетесь аквариумом, аквариумными рыбками, вы наверняка знаете такое растение элладея. А знаете ли вы, что элладея очень популярная у аквариумистов растение? Не водоросль, а растение, ребята. Запомните, водоросль – это не то, что растет в аквариуме. Водоросль – это вот тина. Тина бурой водоросли – это вот водоросль. А вот то, что у нас растет в аквариумах – криптокорины, элладея, пистия – это не водоросли. А это водные растения. Вот поправляйте своих родителей, если они делают ошибку. Второе название элладея – это водяная чума. Потому что кто-то когда-то, видимо, выплеснул из аквариума в ближайший прудик. И вот, что получилось, вы увидите в следующем кадре. Элладея стала разрастаться стремительно. Элладея была привесена из Америки. И здесь, в Евразии, она почувствовала себя очень-очень вольготно, стала вести себя как настоящий агрессор. Вот, кстати, еще один термин запишите себе. Вот такие виды растений. Видите, какие сплошные подушки. Водоемы зарастали так, что воды не было видно. Судоходство уже усложнялось. Рыбаки не могли на лодках проплыть, потому что весла запутывались в зарослях элладеи канадской. Так вот, запишите еще один термин. Это инвазионные виды. Инвазионные виды – это вот те самые виды, которые в случае интродукции могут натворить массу-массу бед. Потому что они начинают стремительно размножаться. Они занимают чужие экологические ниши. И они начинают вытеснять аборигенные виды. Что такое аборигенные виды, ребята, всем понятно, объяснять не надо. Смотрим следующую картиночку. Вот полюбуйтесь на это чудное, милое создание. Когда-то, по-моему, это было в самом начале 20 века, лет сто назад, на выставку декоративных растений приходили люди в Европе. Любовались этим растением. Его назвали водяной гиацинт. А его официальное название – эйхорния. Это не водоросль. Это водяное растение. Оно плавает, как поплавочек на поверхности. И цветет вот такими вот соцветиями, похожими действительно на гиацинты. Безумно дорого стоили первые деленочки. Эйхорнии, которые приобретали для своих декоративных водоемов. А что было потом? Покажите следующий кадр, и вы увидите. Эйхорния почувствовала себя в Европе, как дома. Да что там в Европе? Она заполонила весь мир. Сегодня она обитает тропически и субтропически. Субтропически и субтропически – это значит по всему земному шару. Вот в этом поясе, в тропическом, субтропическом. И даже заходит севернее. Ну, это красиво, когда она цветет, да? Скажете вы. Вот такие вот чудесные ковры цветов. А вот теперь покажите следующую картиночку. И вы увидите, во что эта красота оборачивается после цветения. Это было сущее бедствие. Ну, помимо того, что вытеснялись аборигенные виды, просто реки покрывались сплошными коврами. Они были настолько плотными, что собаки могли перебегать по Ихорнии с одного берега на другой. О судоходстве уже не было никакой речи. И вот так Ихорния распространялась по всему земному шару. Ну, гиппопотамы в Африке ее, правда, распробовали. Чавкают с удовольствием. Больше как-то вот никто не помог человечеству избавиться от еще одной водяной чумы. Но, кстати, у нас в России в свое время... Россию Бог миловал по одной простой причине. Потому что у нас зимой холодно. И у нас Ихорния зимой вымерзает, погибает. И даже семена, по-моему, ее у нас теряют схожие. Да, она не успевает вызреть, потому что не хватает ей теплого лета. Но зато у нас Ихорнию разводят сейчас вегетативно в загрязненных водоемах. Она вбирает в себя всю эту гадость, которой вода отравлена. А потом Ихорнию вылавливают, куда-нибудь отправляют в компостную кучу. А вода остается чистой. И, кстати, если мне память не изменяет, Ихорния занесена в книгу рекордов Гиннесса как самое быстро размножающееся цветковое растение на планете. Смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас еще один пример, еще одна гримаса интродукции. Вот такое зынчное растение. Кто это, как вы думаете? Ну, кто-то скажет, морковка, цветущий укроп, может быть, какой-нибудь там болиголов, дудочник. Похоже, потому что это все одно семейство зонтичных. А теперь я вам покажу следующую картинку, и вы узнаете, кто это. Наверняка вас родители, бабушки и дедушки не раз предупреждали. Не лезьте, дети, в эти заросли. Потому что это брачевик сосновского. Гигантское растение. Зонтик вырастает у него огромный, как таз, в котором бабушка стирает белье. Необыкновенно плодовитое растение. У него же не один зонтик. У него этих зонтиков может быть там полтора десятка на одном стебле. Возревает на одном единственном экземпляре, по-моему, до 30 тысяч семян. Которые имеют фантастическую схожесть. Двойную стратификацию. То есть, они могут зайти на этот год, на следующий год и на послеследующий, а то и тройную. Мало того, это многолетнее растение. Косить его тоже бесполезно. Развели его в свое время и сюда привезли как силусную культуру. Почему борщевик? Ну, говорят, что из молодых стеблей действительно варили борщи. Но, на самом деле, борщевиков-то много. Вот этот вот, это борщевик сосновского вид. Но есть, например, сибирский борщевик. Другие виды борщевика, которые, в общем-то, не считаются инвазионными видами. Но самое страшное теперь. Это растение опасно. Опасно тем, что оставляет очень сильные долго заживающие ожоги. Причем жалится она не как крапива. А сок борщевика, он разрушает в клетке тот самый защитный слой, который предохраняет кожу от ультрафиолета. То есть, вы не почувствуете боли. Вы пройдете через заросли борщевика. Вы измажетесь в этом соке. Вы не почувствуете никакой боли. Даже зуда не почувствуете. Но потом выглянет солнышко. И на этом месте у вас появится ожог, очень болезненный ожог, который будет очень-очень долго заживать. Были случаи, даже смертельные случаи, когда дети залезали в заросли борщевика. Но он прямо как инопланетное растение. Как туда не залезть? Представляете, это вот такой лес причудливый, из гигантских зонтиков. Вот имейте это в виду. Если вы увидите борщевик, то держитесь от него подальше. Так, много я вам еще бы другого интересного про борщевика рассказал. Покажайте, вот, пожалуй, следующую картиночку. Это чтобы вы увидели масштаб. Какой он... Кстати, его латинское название, по-моему, Гераклиум. Если мне память не изменяет. Да, Гераклиум. Это как раз в честь Геракла. То есть, он такой огромный, что его так назвали. Видите, тут пытается опрыскивать и как-то с ним бороться. Я вам успею еще, наверное, о двух гримасах интродукции рассказать. Покажите, пожалуйста, следующую картинку. Кто это, как вы думаете? Да, конечно, это крыса. Ратус Норвегикус зовут эту крысу. Мы ее называем крысой серой. А вот вам, кстати, еще один парадокс. Почему она Ратус Норвегикус? Ратус Норвегикус, она потому, что Карло Линнею, первый экземпляр, принесли с корабля, его отловили на корабле, который пришел из Норвегии. И поэтому все зоологи подумали, ну, раз корабль пришел из Норвегии, логично предположить, что эта крыса там обитает. И назвали ее Норвегикус. Хотя к Норвегии она никакого отношения не имеет. Ее родина – это Азия. Но в эпоху великих мореплаваний эта крыса стала стремительно размножаться по всему белому свету. Она попала и в новый свет, и в старом свете она есть. Мало того, мне рассказывали полярники, что она обнаруживалась даже на антарктических полярных станциях. То есть, можно сказать, что Ратус Норвегикус – это вид грызуна, который покорил все, без исключения, части света. Даже Антарктиду. Ну, о крысах. Вот, ребята, о крысах действительно стоит сделать отдельную лекцию, потому что это фантастически умное и интересное животное. Но вместе с тем и фантастически опасное. Сейчас я вам приведу вот такую вот статистику. Тысяча… Нет, не тысяча, извините. 160-180 год нашей эры. Первая масса пандемии чумы. Это еще в Римской империи. Погибло 5 миллионов человек. Кто переносил чуму? Чуму переносили крысы. Вот эти самые крысы переносили чуму. Дальше. 540 год. 542 год. Знаменитая эпидемия, пандемия бубонной чумы. 25-100 миллионов человек погибло. Ученые до сих пор не могут толком сказать, сколько именно, потому что в то время не было такой точной статистики. Но от 25 до 100 миллионов. Дальше. Опять же, бубонная чума. 1346-1353 год. Центр был в Азии. И затем она перекинулась в Европу. Китай, Индия, Монголия. По великому шелковому пути она шла из Азии в Европу. Дошла, кстати, до России. 200 миллионов жизней унесла эта чума. И все благодаря крысе. Вот вам еще один пример интродукции. Ну, следующий слайд мы тоже посмотрим. Раз уж мы показали вам серую крысу, ну, наверное, имеет смысл показать вам и черную крысу. Мы ее называем пасюк. Черная крыса – это тоже интродуцент. Она у нас никогда не водилась. Она тоже приехала из Азии. Но, когда встретились вот эти два вида, они поделили ниши. Черная крыса – ратус-ратус на латыни. Крыса-крыса. А та – ратус-норвегикус. Вот ратус-ратус, черная крыса. Она заняла вертикальную нишу. Она стала селиться в дуплах, на чердаках. Она прекрасно лазает по деревьям, по отвесным стенкам, бегает, как мы с вами по полу. А вот ратус-норвегикус, она ушла под землю. Ее ниша горизонтальная. Вот все, что горизонтальное, все, что там в подземельях, в подвалах – это все царство серой крысы. Ну, вот знаете что, когда мы с вами будем говорить о крысах, я вам расскажу много чего интересного о них. И расскажу, откуда появился крысиный король многоголовый. Помните щелкунчика, да? Его же ведь не просто так Гофман придумал. Он даже его не придумал, он и Брама описан в жизни животных. Ну, вот терпение всему свое время. Покажите следующую картинку. И на этом мы сегодня закончим. Следующая картинка – это то, чего очень боятся две предыдущие крысы. Видите? Это кошка. Кошка – это тоже пример интродукции. Про кошку мы тоже сделаем отдельную лекцию, отдельную передачу. Кошек стали развозить по всему миру для того, чтобы бороться с крысами, кстати. С мышевидными грызунами. Но кончилось это тем, что кошки полюбились людям так, что сейчас в мире кошек больше, чем собак. То есть, любителей кошек уже стало намного больше, чем любителей собак. И кошки стали уничтожать колоссальное количество мелких животных и, конечно же, птиц. Масштабы в Соединенных Штатах Америки были опубликованы под счет ученых. Они, когда посчитали, у них волосы стали дыбом и посидели мгновенно. То есть, счет шел на миллиарды мелких животных, которые уничтожают кошки. Но это тоже отдельная история. Кошек есть за что любить, но регулировать их численность в природе надо, безусловно. Иначе мы с вами потеряем другие виды мелких животных и птиц. Вот это вот даже доказывать не надо. Это все прекрасно понимают. Ну вот на сегодня, наверное, все. Во время мы уложились. И у нас осталось время для вопросов. Если они сейчас появятся, да? Сейчас я... Есть вопросы, да? Отлично. Будем отвечать. О, сколько вопросов-то. Ага. Так, могут ли бобры в итоге проэволюционировать и выбрать, выработать отличительные признаки, чтобы отличать свой вид от другого и тем самым успешно жить в одном реале совместно? Прекрасный вопрос. Задал его, видимо, кто-то из наших зрителей, кто уже не новичок в зоологии, да? Да, действительно. В природе существуют такие вот опознаватели, свой-чужой. Ну, например, у птиц это песня, да? Потому что есть разные виды соловьев, у которых ареалы соприкасаются. Но по песне самка прекрасно понимает, мой это вид или чужой. Но, к сожалению, такие механизмы вырабатываются только там, где уже произошло деление на новые-новые виды, да? Чтобы вот не было вот этого смешения видов. У бобров, ну, может быть, и появятся, да? Но я думаю, если мы пару миллионов лет еще поживем, то, может быть, мы с вами увидим, кто ж ажный, я пророк. Помните, как говорилось в известной сказке «Конек-горбунок»? Так, следующий вопрос. Сколько видов борщевика известно в нашей широте? Слышал, что какой-то сорт можно использовать в пищу, не сосновского. Да, но вот мне известно... Я уже говорил, что это семейство борщевиков-то... Там несколько видов, и, по-моему, несколько видов произрастает в нашей стране. Я сейчас на память, на вскидку, помню только борщевик сибирский. Он не обжигается, насколько я помню. Но, понимаете, есть можно любой борщевик. И, кстати, борщевик сосновского везли как силосную культуру, но коровы его не очень не хотели есть. Это, во-первых, да? А, во-вторых, молоко после этого начинало горчить. Поэтому еще от него отказались. Ну, там было много всяких нюансов. Хотите, мы про борщевики сделаем тоже отдельную тему, отдельную лекцию. Назовем ее инвазионные виды. И поговорим и о борщевиках, и о амброзе, и другие инвазионные виды растений, которые стали нам теперь очень-очень большой помехой в жизни. Вот. Я тогда подготовлюсь. И я, поскольку не ботаник, друзья мои, ребята, я не профессиональный ботаник. Это я все вам сейчас на вскидку говорю. Мне же надо порыться в определителях, в книжках. Тогда я буду готов к этому разговору. Чем травить у нас в деревне жесть? Я не знаю, чем жесть травят. А, это про борщевик. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то проверенные и действительные способы борьбы с борщевиком? Значит, смотрите. С борщевиком в свое время объявляли конкурсы. Причем конкурсы не среди любителей, вроде нас с вами, а среди профессионалов, да? Среди агрономов. Конкурс, по-моему, даже кто-то выигрывал. Два каких-то агронома выиграли этот конкурс. Они что-то там предложили. Ну, есть так называемые гербициды сплошного действия, гербициды избирательного действия. Ну, вот, ребята, знаете, что это такое, да? Гербициды сплошного действия – это ковровая бомбардировка. Вот он попрыскал, и все живое, все растения, которые есть на этой территории, они все погибли. А есть гербициды избирательного действия. Ну, например, которые убивают все, кроме злаков. Вот у нас с вами на поле пшеницы, завелись всякие лютики, цветочки нам не нужные, и нам надо это поле освободить. Мы прыскаем этим гербицидом избирательного действия, он убивает все эти васильки, все эти вьюны, а оставляет нам пшеницу. Но в случае с борщевиком Сосновского его не берут даже гербициды сплошного действия. Лошадиные дозы его не берут. Единственное, что можно делать – это регулярно обкашивать, 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 обкашивать. Из года в год. И не давать ему осеменяться. То есть, чтобы не сыпались новые семена и чтобы они не сходили. И обратили внимание, наверное, что борщевики, они, как правило, захватывают открытые пространства. Заброшенные поля. Кстати, они, знаете как? Они бегут по руслам рек. Потому что по берегам рек, как правило, нет деревьев. Вот по руслам рек они путешествуют как по дорогам. А вот в леса уже наши деревья борщевик не пускают. Они говорят, стоп, агрессор. Я забыл вам сказать, что борщевик Сосновского привезли с Кавказа. То есть, интродукция была такая не очень-то далекая. И вот у нас на Кавказе, вот я часто бывал в Кавказских горах, в лесах, в горных. Борщевик встречается на полянках, но он там не инвазионный вид. Так, еще кто-то что-то спрашивает, да? Что было тут у Сороконожки? А Сороконожки интродукции относятся? Сороконожки. Ну, я не очень хорошо понимаю, кого вы называете Сороконожками. Потому что Сороконожками называют и Кистянок, и Кевсиков. Ну, можно, да. Но, как-то, знаете, никому не приходило в голову для чего-то везти Сороконожек и выпускать их в других экосистемах. Вот для чего. Понимаете, всегда есть какая-то цель, как правило. Ну, вот, например, тигровая амбистома. Есть такая, похожая на саламандру. О, аксолотль. Знаете, аксолотля – это личинка тигровой амбистомы. Вот она стала стремительно размножаться в Америке, потому что ее рыбаки использовали как наживку для ловли рыб. А иногда эта амбистома, она слезала с крючка, выживала и начинала плодиться. Ну, и в результате она вытеснила местные виды амбистом. Но причина была – рыбаки, которые на нее ловили рыбу. Вот в случае с ротаном, там, да, там, скорее всего, либо головотяпство со взломом было. Просто люди немножко не понимали, что они делают, да. Либо, я не знаю, что… Хотя, опять же, друзья мои, вот если вы ели речную рыбу, да, вы знаете, как много в речной рыбе костей. Они мелкие, и вообще кошмар, они постоянно застревают в горле где-то. А у ротана костей почти нет. Ротаны вырастают большие, вот такие вот. Я однажды поймал такого ротана, что он не помещался на сковородку, и мама его разрезала пополам, чтобы пожарить. И тогда я первый раз отважился ротана попробовать. У него было нежное белое мясо, потрясающе вкусное. Даже карась в сметане не сравнится. Так, есть еще вопросы. Так, от каких живых существ передаются… А, нет, кошек, где кошек? А, кошек считали только бездомных или всех? Домашние же кошки не едят, птиц не могут, так как сидят… О, так, вот это я вам сейчас расскажу про домашних кошек. По-моему, то ли Discovery, то ли National Geographic канал показывал замечательный совершенно фильм о кошках. Во многих странах кошки гуляют сами по себе. То есть, для них делают дырочку, такую специальную окошечку в дверях. И у нас, кстати, кое-где делают. И кошка гуляет сама по себе. Ночью она где-то гуляет, потом она приходит домой. Кстати, у Эйнштейна, у великого Альберта Эйнштейна, у него у двери было две дырочки. Одна большая, вторая поменьше. И когда корреспондент, который брал у него интервью, спросил, говорит, простите, а зачем вам две дырочки? Он сказал, как зачем? Большая для кошки, а маленькая для котенка. Так вот, кошкам стали вешать миниатюрные камеры на шейник. И эти миниатюрные камеры снимали их ночные приключения. И вот тогда у ученых-исследователей в очередной раз волосы встали дыбом. И в этом фильме National Geographic, по-моему, показывает пожилая леди такая сидит. И ей показывают съемку, как ее пушистая красавица расправляется с одной крысой, потом с другой, как она ее дерет в клочья. И эта бабушка сидит, боже мой, это моя мини, этого не может быть. Может. В Австралии закон ввели, запрещено кошек. Вообще вот, не дай бог, кошка окажется на улице. Штраф гигантский. В Соединенных Штатах Америки сейчас тоже очень жесткие законы вводят. Потому что кошки, даже домашние, очень здорово опустошают все в округе. Так. Что у нас еще есть? Уничтоженный вышибик. Да, ну, наверное, вопросы кончились, да? Что? А что думают ученые о такой тонкой настройке баланса в животном-растительном мире, что незначительное вмешательство может приводить к проблемам, не противоречит ли это эволюции видов? Ну, понимаете, что значит противоречит или не противоречит эволюции? Эволюция была, есть и будет. Независимо от нас с вами, да? То есть, это процесс непрерывный, которым ничего противоречить не может априори. Есть какие-то механизмы, которые контролируют численность в природе. И они рано или поздно могут появиться. Ну, я вам рассказывал, что случилось с ротаном, да? То есть, у интродуцированных видов очень часто бывает так. Сначала мощная-мощная вспышка, да? Они занимают чужие ниши, они начинают распространяться. У них нет специализированных вредителей, у них нет хищников, которые на них специализируются и так далее, и так далее. Но потом включаются механизмы природы регулирования этой численности. Либо появляются какие-то болезни, да? Либо кто-то распробует их из местных хищников. Кстати, вот почему так опасны были жабы-аги в Австралии и сейчас опасны? Потому что помимо того, что жабы кого-то жрут еще, жаб стали жрать местные хищники. Крокодилы австралийские, змеи, крупные змеи, вараны. А жаба-ага, она еще чемпион по ядовитости. Буфо на латыни это жаба. И если вы обратили внимание, у всех жаб, вот здесь, где у нас с вами уши, у них такие взбухшие железочки, паратиды называются. И там вырабатывается яд. Буфотоксин. Если нажать рукой, так помассировать вот это вот вздутие, то вы увидите такое, как белое молочко выделяется. Вот это и есть яд буфотоксин. У жабы-аги, если вы помассируете паратиды, то он просто будет каплями течь. И, соответственно, травились те хищники, которые питались жабами. А, как я уже говорил, в Австралии все животные эндемики и огромное количество редчайших животных, чья численность уже буквально балансирует на грани. Так. Вопрос про вирусы. Ну, я не вирусолог, к сожалению. От каких животных, существ передаются опасные вирусы человеку? Я не вирусолог, но я могу вам сказать следующее. Что, во-первых, заболевания, которые передаются от животного, которые опасны как для животных, так и для людей, называется антропозаносные заболевания. Еще один термин. Есть животные, которые просто переносят эти заболевания, но сами ими не болеют. Ну, они называются природные резервуары. Ну, вот, скажем, бешенство. Бешенство переносят в огромном количестве насекомоядные животные. Это кроты, это летучие мыши, рукокрылые все рукокрылые, да? Это сони, ежики, кстати, тоже, это же все насекомоядные. Ну, представьте, что крота, который переносит бешенство, он сам может не болеть. Его съела лисица, естественно, она заболеет бешенством, а потом она может покусать собаку или кошку, а мы эту кошку погладили, потом вот куда-нибудь слизистую попало, вот это вот немножко слюны, и этого достаточно для того, чтобы человек заразился. Но есть случаи, когда животные сами болеют и передают свою болезнь людям. А, еще один, кстати, могу пример привести. Ну, ребята, вы знаете такую страшную болезнь, как лепра, да? Проказа. Ну, про прокаженных вы, наверное, читали и слышали. Так вот, лепру, проказу, переносят панголины. Панголин – это такое очень забавное животное, похожее на броненосца, оно даже похоже на такую гигантскую сосновую шишку. Живет и в Африке, и в Азии, в тропической, там разные виды. Панголин сам не болеет, но переносит проказу. А бывают случаи, когда животные сами болеют и заражают человека. Ну, классический случай – это комар. Малярийный комар. Правда, малярия – она не вирусное заболевание, но малярийный комар, он болеет. Он даже по посадке, вот когда он садится, видно, больной он или нет. Если у него голова вот так вот наклонена, он даже летит по-другому. Потому что больной комар, болезнь влияет на его вестибулярный аппарат. Вот, поэтому, если хотите, я смогу подготовиться и сделаем отдельную лекцию на этот счет. Но это вопрос очень тонкий и сложный. Я думаю, что в центре архея есть дружественные вирусологи, которые с удовольствием вам все это расскажут, и они намного компетентнее, чем я. Еще есть вопросы? Ну, давайте. Если хорния такая непобедимая, почему она не заполонила все места обитания в тропиках и субтропиках? Так она и заполонила. Извините. Вот она и заполонила. Буквально просто где-то с ней успешно борются. Где-то с ней менее успешно борются. Но именно так и произошло. Но, опять же, понимаете, возможно, там сработали какие-то еще свои местные механизмы, которые регулируют численность. Я не изучал, если честно, этот вопрос. Но я знаю одно, что и хорнию боятся везде, как я уже говорил, цирком тропический и цирком субтропический. Так, некоторые же сами переезжают. Могут ли Ратус-Ратус и Ратус-Норвегику иметь потомство? Не знаю. Скорее всего, нет. Думаю, что вряд ли. Потому что иначе бы были... Нет. Скорее всего, вряд ли, потому что иначе бы мы с вами видели бы гибридные особи. Понимаете, это такая же история, как с вороной. Вот если вы где-нибудь в Германии или в Голландии посмотрите, где-нибудь на помойке, вы увидите, что там ни одной серой вороны нет. Там все вороны черные. А вот у нас серая ворона. Есть граница ареалов. Вот здесь черная ворона, вот здесь серая ворона. Но они не гибридизируют. Опять же, белый и серый медведь. Очень редко бывают гибридные особи. То есть, в зоопарках, да, гибридизируют. Искусственно, когда их к этому вынуждают. Но в природе, как правило, нет. То, о чем говорил предыдущий наш, что спрашивал наш предыдущий зритель, слушатель, у природы есть свои механизмы, которые препятствуют гибридизации. Но вот я вам могу еще рассказать такую историю. Точно так же, как собаки гибридизируют с волками, кстати. Или с шакалами. Вот есть такой замечательный биолог. Не успею рассказать. Ладно, пора заканчивать. Есть такой замечательный биолог Клим Тимофеевич Сулимов. И он обратил внимание, что у шакалов нюх лучше даже, чем у собак. Это трудно себе представить, но это так. И Клим Тимофеевич решил получить собака-шакалии гибриды для того, чтобы они работали на таможне. Искали взрывчатку, наркотики, оружие. Но они упорно не желали гибридизировать. И тогда он придумал, что он стал выращивать их с малолетства. То есть он брал щенков, и вместе вырастали щенки шакалов и щенки собак. И вот на уровне импридинга, это называется импридинг, запечатление, вот тогда они уже считали друг друга видами, одним видом, и только тогда эта гибридизация стала возможной. Но в природе такого не бывает. Видите, это опять же получилось благодаря вмешательству человека. Так, про энцефалитных клещей. Можно узнать, они инвазионные или нет? Нет, это так называемые иксодовые клещи, энцефалитные. Цикл лекций в центре Архе будет читать Вадим Маринский. Совершенно замечательный специалист из Московского государственного университета. Вот это его область беспозвоночная. Он вам все про клещей расскажет. Он просто кладезь премудрости в этом направлении. Мне с ним не тягаться. Так, что еще? У вас очень интересная картинка на стене. Расскажите, что там. Это определитель птиц с Фарерских островов. Ну, птицы все те же самые, что и у нас с вами. Поэтому картинка не самая интересная. Но вот висит. Друг приехал и подарил с Фарерских островов. Так, что еще? Считается ли голуби захватчиками? Какова от них польза? Значит, смотрите. С голубями другая история. Это не интродукция. То есть голубь, который живет у нас в Москве, в других городах, это так называемый скальный голубь. Его родина Ближний Восток. Вот страны Арабского Востока, Израиль, Палестина. Это вот все его родина. И он, кстати, поэтому и прижился в городах, что вы обратили внимание, он очень редко, когда голуби сидят на деревьях. Очень редко. Есть только отдельные деревья, которые они обсидели. Потому что их стихии – это скалы. Они гнездятся на карнизах, на чердаках. И голуби стали продвигаться все дальше и дальше на север по мере строительства городов. Они стали синантропным видом. Видите, мы опять употребили этот термин. То есть, когда люди стали строить города, из одного в город в другой прилетел голубь и образовали здесь популяцию. Построился следующий город, они перелетели туда. И вот так, столетия за столетием, они продвигались все севернее, севернее, севернее. Сейчас вот их очень много. Но специально люди их не развозили. И не разводили. Хотя, на Арабском Востоке, конечно же, голубей разводят исключительно ради еды. До сих пор, кстати. Вы можете видеть там такие круглые сооружения, огромные с дырочками. Это вот голубятни, где их разводят. А кроты относятся к контрадукции? Нет, ну кротов-то кто у нас переселял? Нет, вряд ли. Филипп, дорогой. Ну, представь себе, вот кому-нибудь пришло в голову поймать крота, ты его еще поймай, попробуй там под землей. Отвезти его куда-нибудь в Африку или в Австралию, там его выпустить. Слава Богу, никому в голову это не приходило. И даже если кому-то придет, я не советую это делать. Потому что есть конвенция СИТЭС, это международная конвенция, которая очень строго отслеживает передвижение всех животных из одной страны в другую. И можно нарваться на очень серьезные неприятности. Так что не надо экспериментировать, ловить животных в одной стране и выпускать их в другой. Так. Вроде все, да? Ну что ж, друзья мои, спасибо большое за внимание. Спасибо всем, кто оставался вместе с нами. В следующий раз мы с вами поговорим о тайнах, о тайнах птичьей жизни. То, что никто не видит, кроме внимательного и очень опытного наблюдателя, который может кое-что подсмотреть. И мы с вами увидим уникальные совершенно фотографии. И поговорим вот о таких секретах и тайнах из жизни пернатых. Ну все. Я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. Надеюсь, через неделю встретимся на следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok